Ну что, друзья, срывка сегодня начнем. Доходы россиян, работающих в некорпоративном секторе, упали почти на 20% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщила РБК со ссылкой на исследование высшей школы экономики «Важно». Авторы мониторинга пояснили. Некорпоративный сектор – это, короче, когда люди не за просиживание задницы в офисе зарплату получают. В советское время это еще называли «получкой». То есть, хожу я куда-то, тусуюсь там с 9 до 17, пофигу мне на результаты моей деятельности. Но 50 тысяч в месяц выньте, да положите. Так вот, не о них эта история. В данном случае речь идет о россиянах, которые деньги как раз зарабатывают. Еще раз, зарабатывают. К ним отнесли предпринимателей, самозанятых, граждан, работающих начастников, то есть задействованных в малом и среднем бизнесе. Вот у них доходы-то упали, в то время как в корпоративных структурах напротив наблюдается устойчивый рост. И вот теперь самое главное. Знаете, что обо всем этом написали кремлевские пропагандисты? Попагандисты готовы? Именно некорпоративный сегмент тянет вниз реальные денежные доходы населения? Ребята, вы знаете, мне после такого хамства даже материться захотелось. И сейчас остановимся на он нам подробнее. Начинаем! И вот теперь, друзья, будут эмоции, потому как и я возмущен. Для начала давайте поймем, что такое реальный сектор экономики, не корпоративный, как они его обозвали. А это какой-нибудь предприниматель, какой-нибудь эпэшник или даже самозанятый, который ничего не просит от государства, но который при этом работает на благо государства, создает продукт, создает рабочие места, вкладывает деньги в развитие экономики своей страны посредством налогов, неналоговых отчислений и так далее. Вот мой брат-фермер купил участок земли в умирающей деревне, построил там теплицу, выращивает цветы, дает работу деревенским, которые еще не успели спиться, пробил подачу дополнительных объемов газа в ту деревню, добился обновления электросетей, при этом платит деньги в бюджет, а еще помогает с развитием инфраструктуры. Вот клуб они там отремонтировали, сейчас в нем работают детские кружки, а теперь поговорим о корпоративном секторе. В России, как вы знаете, не государственных корпораций нет, ну нет у нас своего Гугла, Эппла, Самсунга или Тойоты, зато у нас есть Ростех, зато у нас есть Роснано, Сколково, Сбер, Симоньяны, ЮРТ, УВГ, ТРК. Вот, что у нас за корпорации, а на какие шиши они живут, не напомните? У нас очень много денег. Именно, все эти российские корпорации, один большой мыльный пузырь, который не стоит ничего. Это бюджетные присоски, что сидят на шее у налогоплательщиков и нихренища не делают, паразитируют за наш счет, прожирают наши деньги, мало того, нахлопают долгов, а мы потом их спасаем, в данный момент опять вот АвтоВАЗ спасаем и Роснано. Крупнейший в России производитель автомобилей вынужден остановить сборку машин в Тольятти. Причина нехватка электронных комплектующих. О том, что у госкорпорации проблемы, стало широко известно в прошлую пятницу. Тогда ЦБ приостановил торги облигациями Роснано. И при этом бездельники набираются наглости говорить, что мы тянем их вниз, оказывается, а точнее их ссаную статистику портим. Представляете, вы пустили к себе в дом пожить какого-то хмыря. Это ваш дом. Хмырь туда только пожить попросился. Вы с утра до вечера пашите в поле, добывая пропитание для себя и для хмыря. Вы, в конце концов, дерьмо за хмырем убираете, он ничего не делает. Только жрет и лежит на диване, а однажды хмырь вам говорит, ты тянешь меня вниз. Ничего не попутал. Это реальная журналистика страна 404. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Печальная новость для верующих в Святую Жижу, в Святую Голикову, в Святую Попову и в Святого Гинсбурга. От нового штамма коронавирусная вакцина может и не помочь. Об этом, к слову, заявил не кто-нибудь. А фактически глава Великобритании Борис Джонсон, да, прям так и сказал, сильная мутация со временем может снизить уровень защиты существующих вакцин. Поэтому не исключено, что привитые будут не только заболевать, но и распространять заразу. Да что ты, черт побери, такое несешь? Вслед за Джонсоном похожие опасения озвучили и специалисты из ВОЗ. Впрочем, я уверен, это значит, очень скоро нам опять покажут по телевизору волшебника Гинсбурга, который, как обычно, начнет свистеть, мол, моей вакцины он ее не касается, поскольку она самая лучшая, а степень непробиваемости спутника – это вообще отдельная песня. К слову, он же вчера уже об этом сказал, говорит, через 45 дней мы сделаем супер-пупер вакцину, да, вот она будет работать. Я удивляюсь, как они ее сделают, потому что, в принципе, насколько я понимаю, вот этого вот нового штамма в России еще нет, там 21 мутация, они на картах будут, что ли, это дело раскидывать. Хотя, ну, мы помним же, да, про пожизненную эффективность он нам бреил. Потом, правда, нанес поправочку и начал говорить только про два года гарантированной защиты. Затем про год лопотал, сейчас уже про шесть месяцев, поэтому и в этот раз мы, конечно, поверим дедушке Гии и его подруге Лоббиске Голиковой. Как вам в лучах славы? Ну, потому что, ну, очевидно, вы, ну, наверное, герой этого года. Ну, дискомфорта не вызывает, во всяком случае, да. Кстати, давно хотел это озвучить, все откладывал. Вот смотрите, нам постоянно говорят, россияне, неприятные ограничения, которые мы вводим, мы вводим в интересах большинства, потому что под ударом сегодня оказалось какое-то невероятное количество людей. И я решил провести простейший анализ, операцию с цифрами, можете сделать то же самое вместе со мной. Итак, для начала заходим на официальный сайт правительства Российской Федерации, сайт СтопКоронавирус. Здесь публикуются только официальные данные по ковиду. Нас интересует вот эта цифра, она выделена красненьким, смотрим. За два года пандемии коронавирусом в нашей стране заболело в общей сложности чуть более 9,5 миллионов человек, данные на 30 октября 2021 года. А теперь берем калькулятор и считаем. 146 миллионов населения. Заболело 9,5. 9,5 умножаем на 100, делим на 146. Это 6,5% всего. За два года пандемии короной в России переболело 6,5% граждан. На каком? В большинстве ребятишки постоянно лопочут. Кстати, из этих 6,5% статистически около 4-5% это вечно больные люди, люди, которые все время чем-нибудь болеют. Ну, в любом обществе всегда есть граждане с очень слабым иммунитетом. Вот они болеют постоянно. Ни корона так грипп, ни грипп так ангина, ни ангина так корви. Ну, были у вас наверняка в школе такие 30 человек. Класс. Двое постоянно хворали. На работе наверняка такие есть. 15 человек коллектив, один все время на больничном. Нет? Даже у меня есть такой знакомый, сколько его помню. Человек все время чем-то болеет. Даже когда не болеет, все равно выглядит больным. Так о чем мы говорим? О каком большинстве этих болезнных, которые были, есть и будут всегда? Вот я и спрашиваю, почему из-за небольшого процента вечно хворых реальное большинство из числа нормальных здоровых людей должно испытывать неудобства, ограничения и даже издевательства? Я согласен. Всегда есть процент риска. Кто угодно может заразиться, особенно во время пандемии. И кто-то мне сейчас даже скажет, а я вот переболел. Это у меня жена переболела, хотя мы всю жизнь были очень здоровыми людьми. Отвечу, да. Риски есть? Но это не аргумент. Реальный процент заболевших я вам только что показал. Вот это как раз аргумент. Сослался на официальные данные. Но бывают и другие риски. Например, ты выходишь на улицу и рискуешь, что тебе на голову может упасть кирпич. Что теперь? Принимать закон, по которому все должны ходить в касках? А за отсутствие касок штрафовать? Еще раз для тех, кто на бронепоезде. Ребят, я не против. Когда о моем здоровье хотят позаботиться на государственном уровне, тем более, что в мире. Объявлена пандемия малоизученного вируса. Я против бесконечных бестолковых ограничений моих прав. Которые чиновники почему-то называют антиковидными мерами. Меры должны быть адекватными и оправданными. А пока я вам только что привел пример. У вас вот такое количество ограничений при 6% заболевших за 2 года. В данном случае мы с вами партнеры. Мы вам ничего не навязываем. Все. Переваривать это была реальная журналистика. Уже за рамки хронометража вылезли. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok